Привет! Сегодняшнее видео это ответ на один из ваших вопросов к комментариям к моим предыдущим видео. В нем я расскажу вам о кистях для нейл-арта. Какими они бывают? Какие кисти использую я? Как их выбирать? И чем они вообще друг от друга отличаются? Кстати, в конце видео вас ждет сюрприз, так что обязательно досмотрите его! Недавно моя подруга подарила мне очень красивый набор кистей для дизайна ногтей от Sephora. Sephora уже пару лет, как можно купить и в Москве, но этого набора я здесь в продаже не видела. В нем 6 предметов. Маленькая кисть для тонких линий, плоская квадратная для толстых линий, веерная для серии тонких неровных линий, маленький дотс для маленьких точек, средний дотс для точек среднего размера и спонж-аппликатор для смешивания цветов. Набор, безусловно, очень красивый. Мне его страшно жалко использовать. Он на меня лежит, как праздничная посуда в серванте у бабушки, чтобы радовать глаз. Если такой набор вам не доступен по какой-либо причине, вот отличная альтернатива. Это набор из 15 предметов, заказанный мной то ли из Китая, то ли из Кореи. Подбор инструментов в чем-то немного уступает набору Сифора, но по большей части очень и очень его опережает. Смотрите почему. Если сравнивать наполнение, 4 из 6 предметов совпадают. Во втором наборе некоторые кисти даже идут в двух экземплярах. Дотс среднего размера в нем отсутствует. Это, кстати, упущение, потому что он полезен. Спонж-аппликатор также отсутствует, но я не считаю это минусом, так как он по сути одноразовый. Гораздо удобнее вместо него использовать обычные дешевые косметические спонжи, их просто не так жалко. А теперь о моих самых любимых кисточках. Они все рабочие лошадки, поэтому выглядят соответственно. И как видите, 5 из 6 из такого же набора, заказанного через интернет. Самые нужные мне кисточки это, скорее не кисточка инструмент Дотс. Тонкая кисть с длинным ворсом. Веерная кисть. Тонкая кисть с коротким ворсом. Здесь их две, но дальше я объясню почему. И маленькая плоская квадратная кисть. Итак, тонкая кисть с коротким ворсом. В наборе Сифора она называется кистью для тонких линий. Как видите, она у меня ну очень тонкая, буквально 20-30 волосинок. На большинстве тонких кисточек написан их номер, он же размер. Чем цифра ниже, тем тоньше кисть. Номер моей рабочей кисточки давно стерся, но насколько я помню, он был 3,0. Но на деле она еще тоньше. У ее основания можно заметить, что изначально ворса в ней было больше, но я просто отрезала все лишние волоски обычными маникерными щипчиками. Кисточкой именно такой ширины мне удобно проводить тонкие линии и делать рисунки лаком. Она достаточно тонкая для мелкой проработки деталей, но при этом набирает на себя достаточно много лака. Ну и заполнять рисунки другим цветом ей тоже удобно. Следующий инструмент ДОЦ. Это металлический стержень с маленьким шариком на конце. У Сифора он также есть. Им удобно ставить маленькие точки. Они получаются гораздо ровнее, чем если их ставить кисточкой. Можно даже сделать полноценный рисунок, используя только ДОЦ, без помощи кисточек вообще. Например, ромашки. Тонкая кисть с длинным ворсом. Ей я провожу длинные ровные линии. И кстати, в наборе Сифора такой кисточки нет. Если вы попробуете сравнить короткую и длинные кисти в работе, вы заметите, что короткой проводить длинные линии сложнее. Трудно контролировать одинаковую толщину линий. И если у вас дрожит рука, это будет намного заметнее. Веерная кисть. Она подходит для проведения сразу нескольких неровных линий разной толщины. Контролировать результат практически невозможно, но она идеально подойдет для абстрактных и слегка небрежных рисунков. Маленькая плоская квадратная кисть. Сифора, например, предлагает этой кистью проводить толстые линии, но мне кажется, что я нашла ей гораздо лучшее применение. Ей очень просто и удобно вытирать излишки лака с кожи вокруг ногтя. Далеко не у всех сразу получается идеально ровно красить ногти. А если смочить эту кисточку в жидкости для снятия лака и аккуратно водить вокруг ногтя, вы легко поправите любой не очень аккуратный маникюр. На самом деле кисточек для ногтей, конечно, гораздо больше, но я вам рассказала о своих самых любимых и самых нужных. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите их в комментариях, и я постараюсь на них ответить. Если вам понравилось это видео и вы хотите больше обзоров разных необходимостей, ставьте ему лайк. А теперь сюрприз. Я решила сделать вам подарок и разыграть новый набор кистей, о котором рассказывала в видео. На самом деле кистей в нем настолько много, что вы можете легко разделить их с подругой. Чтобы принять участие в розыгрыше, ставьте лайк этому видео и оставьте комментарий под ним. А результат я объявлю в своем следующем видео. Всем удачи! Пока!